всем привет друзья сегодня у нас распаковка установка значит газовой плиты вот она за gg i6 c21 xa значит отгорение евро 2024 ну короче давайте поехали сразу же будем распаковывать вот так она выглядит по ну со стороны у меня простите тут беспорядочку здесь она будет находиться ну ничего не поделаешь вот так вот она выглядит вот здесь у нас кованые чугунные вот эти решетки система для газ-контроль полностью полностью есть даже вроде как бы гриль значит автоматический поджиг и все остальное и все ну короче поехали распаковка устанавливаем по форме здесь так короче так вот все это происходит так здесь достаем деревяшки так здесь у нас деревяшка вот еще одна деревяшка который держит другую вяжку здесь еще одно короче главное разобраться во всех этих деревяшек здесь у нас защита это задняя дверца защитная такая установим ее так на комфорочка здесь другая куда-то завалилась ничего страшного решетки пока в сторону от пойдем еще раз прошу прощения что дома беспорядочек но я думаю кого кто не без греха так значит здесь у смотрим вот это дополнительные у нас крепежи это для баллона газового так здесь значит пока не знаю вообще что это за уголок ли чего он там хауса это крепление скорее всего для сейчас устанавливаем дальше это вот так повести и перенести так здесь это мы убираем здесь у нас видите вот будет плохо если все это улетит внутрь и потом будет греться причем смотрите подача газа происходит здесь сбоку первый раз вижу такое ну ладно значит вот так выглядит соответственно достает вот одна упала вот самая большая вот она сбоку и одна маленькая не могу найти сейчас самую маленькую часть будет найти сейчас сверху так здесь вот эту ну короче вот так вот распаковка распаковка так другой стороны другой стороны вот что вот вот эта вот пластиковая штука вот она идет сюда вот она идет сюда точнее или куда она там идет а вот так вот она вставляется так во первых дверца здесь вот она дверца сейчас достанем тяжело одной рукой держать все доставать вот так ну вот все сзади вот такая вот дверца у нас здесь вот так вставляем вот так вот вот и сюда так защёлкиваем вот это у нас защита чтобы не погнулся просто я как понимаю может не точно так ну вот собственно все распаковали первыми для установки все очищаем ну короче поехали дальше короче устанавливаем комфорки вот одну я продул они были все пенопласте поэтому понимаете если загорится пенопласт будет неприятно значит но внешне зацените качество просто 10 из 10 просто вот как будто немцы делали насколько все качественно сделано нет ни ржавчины ни какой-то там никаких претензий короче качество вообще нет вот значит устанавливаем здесь здесь вон я вижу опять пенопласт о да тут надо пыль тут пыль тут надо стирать короче сейчас вытру здесь полностью надо все протирать потому что все так значит надеваем вот колечечко сюда идеально все стоит вот этот причем смотрите насколько идеально у нас здесь рисунок вот здесь вот выемка большая здесь две выемки вот эту выемку большую мы ставим вот сюда где дальше вот она ну видно и две маленькие снизу вот две маленькие снизу это поэтому вон она у нас видите не шатается в разные стороны она все стоит замечательно все вот сверху вот то есть смотрите насколько они просто установлен очень круто теперь мы протираем все от пыли так теперь все от пыли надо протереть потому что ребята очень все пыльная прям ну естественно стоял все на складу складе поэтому все в пыли здесь тоже наверно надо ничего не поделать так потом вытереть от тряпки потому что от стряпки у нас тоже пластик отваливается и специальная здесь поверхность для король короче которая если разогреть там до определенной температуры то есть тут есть программа которая разогревает духовку до определенной температуры и и вся греть от отлетает вот то есть не надо там особо мучиться и оттирать и тогда и тому подобное вот ну что же давайте смотреть теперь со стороны как все выглядит сейчас я значит уже будем тогда устанавливать включать подсоединять потому что здесь уже нам осталось подсоединить только вот эту вот заднюю версию сейчас ее подсоединим сейчас вот так со стороны пока выглядит вот так иначе здесь пленку до отдерем короче ребят вот это вот задняя панель вот она вот так просто вставляется раз смотрите просто там становится в пазы и все и может уже сгибаться никак не прикручивается вообще проверил вот все так вот щелчка вот так стали поставляется и смотрите все вот установили все и здесь можно уже если плита не работает то можно уже здесь кушать или не знаю как стол использовать вот смотрите удерживает и тяжесть достаточно ну естественно я сильно давить не буду естественно тут чуть-чуть возможно пылишки вот значит ну все время теперь устанавливаем проверять включать единственный нюанс это то что он смотрите как открывается дверь шикарно причем видите стоп так микро микро вот отсюда на медленно подходит ну ладно потом можно будет здесь что-нибудь установить придумать здесь он есть по-моему короче противень вот одна такая вот вот так вот ездит причем выезжает не до конца непонятно для чего это делается вот видите так выезжает она совсем как видите не до конца для чего я первый раз потом посмотрю знаю потом вот такая вот еще есть так и нам протереть пыль внутри сейчас вот протираем пыль но внутри нет вообще пыли вот из-за того что все было закрытым внутри нет никаких никакой пыли ничего этот самый все отлично вот он смотрите то есть можно вот так кидать смотрите вот плюс вот вы вот так и кинули и она сама все закрылась допустим вас нет времени этим заниматься вот кстати купила за 46000 сейчас она уже подорожала за один день на 3000 вот то есть возможно их осталось всего 2 на индекс смарт но это не реклама если что короче ребят время прикручивания соответственно здесь снимаем колпачок он просто вот так тянется ключ на 24 ну и естественно закручивается он по часовой стрелке тут естественно кстати надо два ключа потому что один держит но у меня нету двух ключей поэтому я буду так не ну про часа придумал как обычно на коленке поехали ключ на 24 ну что ж ребята открыл там вентиль до намазал здесь пены просто фэри вот сюда сейчас и кажется вытру и смотрю если потеки никаких потеков нет тут закрутил но не фанатично то есть крепко но не прям совсем сильно ну вот собственно и все вот проверка прошла теперь осталось только у нас подсоединить вот наша розеточка подсоединяем вот сюда и и вот так вот вот и соответственно ну-ка звука нет никакого ну вот все посреди но теперь можно оставить ее на место посмотрим сейчас кстати есть там появился циферблат вот да вот он появился там время есть будильник который будет вас предупреждать есть настроить ну короче есть время отложено and и ну короче я не разбираюсь пока потом сделаю пока это просто установка так сказать во всех этих режимах я вот слышите я уже тащу работает автоподжиг сейчас я все сам присоединю здесь так короче ребят вот так вот все появилось получилось точнее прошу прощения вот наша вот это стеклянная крышка вот она стоит главное чтобы она тоже не падала сюда потому что если она упадет тоже будет так такое себе вроде вроде нормально вот да вроде не упирается значит стать ее можно в общем-то и снять теперь давайте проверять комфорте в первое это что у нас здесь первое это проверяем свет вот он горит вот он там внутри вот кстати гриль вот она сверху я вижу вот она установлена но аппарат оборудование для гриля то есть вертел да это надо по ходу дополнительно покупать хотя я не вижу в центре там было нужно должно вертеться ну короче нету тут вот это уже неверно установил так вот значит вот так вот один теперь второе вот такая вот палочка третье ну вот он свет вот так выглядит теперь смотрите дальше проверяем давайте по очереди выключаем пока здесь по очереди и так смотрите не загорается и стоит неровно ешь крот что такое почему он не до конца стоит как будто его ну ладно сейчас не загорается а он загорел все загорелся короче тут надо ждать все 2 загорелся ну давайте прямо все чтобы горели вот этот горит тут не видно сейчас выключим свет этот свет тоже выключим вот видите один горит второй свет горит теперь включаем здесь вот ну естественно третий горит ну и самая большая самая основная ого ого это что такое это тут как печь это ужин ну слишком много так проверяем насколько стоит да насколько все курится теперь теперь самая духовка давайте смотреть запускаем духовку зажигаем вот она загорелась не буду трогать ну что вот это вот но уже потрогаю короче вон горит короче были был один комментарий только что у мужика одна комфорт не загорелась один такой комментарий был такой я конечно перепугался у нас будет то же самое но нет все короче друзья честно вам скажу ругаетесь можете ругаться меня можете этот самый не разбирался потом буду уже смотреть но и так понимаю единство что это таймер да вот этот таймер который будет там пикать слышали он пикнул сейчас нужно это таймер предупреждающий что все готово что и так далее тому подобное ну короче не хочу разбираться пока что потом если надо будет естественно все прочитаем вот а пока кстати подождите здесь проверим горит теперь посмотрим этот режим что это за режим непонятно теперь тут же есть разные режимы вот вот этот режим почему не загорается эти сверху как включить сверху тоже надо будет понять ну пока непонятно ну ладно пока прогорела все вот все ну вот так пока выключаем кстати запах не очень потому что потому что непонятно так ладно все выключаем тогда вот так вот все работает все еще раз так здесь не выключили вот опять видите не тот режим вот на нолик выключение вот так вот короче отходим смотрим насколько все выглядит выглядит все неплохо вот так вот всем пока до сна так ребята мы разобрались как зажигать гриль короче вот тут сверху вот так надо повернуть только не сюда не в эту сторону а вот сюда против часовой подождать и соответственно смотрите вот она наша гриль вот она сверху и она загорелась и там специально для нее видите вот отдельный поджиг и отдельный огонь и вот у него только один режим вот он либо в кол либо выкал все у нее нету тут вот выкал и все и он гаснет все вот так вот так мы еще у нас комплекте здесь вот смотрите инструкция да и вот какой мне уровень экономии эй вот вот здесь вот все параметры саковой интересует вот размер духовки вот класс и так далее есть кого-то интересует ставьте на паузу инструкция и так далее есть еще вот такие вот характеристики если кого интересует вот они вот надеюсь что видно здесь есть еще предупреждение о безопасности вот тоже ставьте на паузу можно прочитать если вот нет времени читать